Хоба! Привет опять, это доктор Влад. У меня сегодня нонстап, вообще идёт без остановки. Ну, комментариев очень много. Вот у меня сейчас в преддверии Нового года, этого Нового года, в том году ничего подобного не было. Очень много комментариев и посещений на ролике «Как распознать алкоголика по разговору». И вот очередной комментарий я решил всё-таки выступить, как бывший, можно сказать, алкоголик. Ну, алкоголик или нет, я сейчас вот об этом, обо всём и расскажу. Вот он пишет, товарищ, да, «Бывших алкоголиков не бывает. Всю жизнь будешь бороться с тягой. И чуть стресс, как праздник или несчастье, запросто можно сорваться, чтобы опять завязать и бороться с собой. Короче, ко всем трудностям жизни сам себе добавляешь ещё одну». Ну, вот интересно, да, ну вот я про себя расскажу. Я бросил пить, лет 10 уже прошло, примерно вот давно уже это было. Вот, ну так вот, я уже рассказывал, что здесь в Америке до такой степени всё интересно. Вот, а когда бухнёшь, да, ну я здесь так не запивался, естественно. Вот, ну просто вот выпьешь, да, бухнёшь, это я уже такими словами начал говорить. Выпьешь и на утро, и тем более лишнее выпьешь, да, на утро похмелье, и день, полдня проходит. И жалко мне было времени отдавать вот на это дело, да, потому что Америка, ну уже интересно же всё. Господи, я приехал-то поздно уже, мне было 49 лет. Вот, и я всё-таки как-то решил, думаю, да ну, к чёрту, а вот время тратить попусту. Во-первых, на выпивку, а во-вторых, деньги, да, а в-третьих, ещё вот на после вот это. А ещё такой момент, знаете, вот, когда выпьешь, вот какие-то мысли появляются такие, у-у-у, кажется, такие хорошие, такие, прям ух, вот. А с утра просыпаешься, думаешь, какой же ты дурак вчера был вообще, вот, ничего не соображал. Да, и вот это мне тоже обидно за себя стало. Тут американцы, видите, они привыкли отвечать за себя, я уже это начал понимать, да, ну, я уже пожил здесь в Америке, вот, я решил ответить за себя, да, вот. И я вот в один какой-то день, я даже не помню, как это было, но, в общем, я прекратил. День не пью, второй не пью, третий, и вот дальше вот что со мной было, да, вот просто, может быть, кому-то это будет интересно. Ребята, вот срок такой есть, три недели. Три недели, вот если вы три недели не пьёте, дальше легче. Потому что, что бы вы ни делали, или наоборот, не делали, да, три недели каждый день, да, и у вас это уже привычка. Начинаете ли вы спортом заниматься, три недели. Учите ли язык какой, неважно, какой английский, китайский, хоть какой, хоть казахский. Вот, интересный язык, кстати. Вот, три недели, и вы втягиваетесь, понимаете, вот эти первые три недели, это самое сложное, желательно, чтобы не было никаких праздников. Но мне, понимаете, мне было легче, потому что в Америке, вот если ты не пьёшь, вот, на тебя никак, к тебе никак не относятся. Вот ты сидишь, вот мы недавно с женой ходили на какой-то день рождения, по-моему, что ли, там мужики, два брата такие сидят, разливают. Тебе, говорит, что, там, бенца, водочки. Вот так он меня и спросил. Я говорю, мне ничего не надо, я не пью. Ну, не пьёшь, не пьёшь. Вообще, вот, нуль, да, на меня не смотрели, он просто больше меня не наливал, да. Вот, примерно так. Мне было проще, конечно. Но, я говорю, три недели. Потом где-то с год примерно ты ещё какие-то сны, какие-то воспоминания, как-то вот так вот, ребят, да. Мне сейчас это уже с трудом вспоминается. Вот, а потом уже, вот, через какое-то время, вот, через год, скажем, да. Вот мне наплевать, у меня жена может взять бутылку пива выпить, да. Меня не тянет абсолютно. У меня нет вкуса во рту, да. Мне не то, что там, эх, мне бы, да. Вообще, в ноль, понимаете, в ноль. Вот где-то через год, да. Да, пожалуй, через год. Уже в ноль, понимаете. Ходишь на любые праздники, тебя не тянет, тебе это неинтересно. Вот в чём дело. Вот, тем более, что если заняться спортом, правда, я спортом занялся немножко позже. Хотя нет, я тогда тоже пытался. Я что-то бегал, ездил на велосипеде. Это тоже, это вытесняет. Тут самое сложное, знаете, что? Вот вытеснить. Вот это время, а его много получается. Все вечера вот эти. Ну, в России как? Ну, здесь немножко не так. А в России вот вечера, друзья пришли, то, сё, да. Вот, теперь этого ничего нет. И нужно куда-то девать это время. Вот, вы заранее, вот, когда будете бросать пить, да, вы заранее продумайте, чем вы будете заниматься. Заранее, ребят. Купить абонемент в спортзал, ещё что-то такое. Каким-то, не знаю, творчеством займитесь или ещё что-то такое. Там, напишите себе программу, сходите в театр, только в буфет не ходите. Ходите, сходите в театр, сходите в музей там или что-то в этом роде. Ну, вот так вот. Я просто рассказываю. Главное вам занять вот это время, понимаете. Во-первых, чтобы не было лишних мыслей, да. А во-вторых, ну, чем-то надо заниматься. Если уж вам такой подарок судьбы, что вы не пьёте водку, да. Ну, водку, вино, пиво, неважно. Вот. Так, ну, надо же жить на полную катушку, понимаете. И вот как раз, вот сейчас, смотрите, у меня первый стимул был заняться спортом, у меня был ролик. Второй стимул, у меня жена сегодня записала ролик, заняться языком, да. И вот я сейчас тоже, ребята, с 1 января, бросайте, вот прям на новогодние вечеринки ни грамма. И все обалдеют. Но только, ребята, ни грамма. Не то, что вот рюмочку больше не будут, да. Потому что после рюмочки вы становитесь другим человеком. Вот после первой же рюмочки тормоза слетают. Это называется понюхать пробку, да. Давайте, начинайте. Вот тут кто-то ещё мне написал, что я, говорит, бросил пить в 13-м году. До этого, говорит, каждый день я в день выпивал по литру водки, да. Вот, 365 бутылок. Вот. А потом бросил, вот с тех пор, с 13-го года сколько, 5 лет прошло, говорит, даже и всё нормально, и всё хорошо, и совсем другой человек. Вы будете совсем другим человеком. Не важно, что вокруг все пьют. Ну, а если все вокруг пойдут и вешатся, вы тоже пойдёте вешаться, что ли? Будьте самим собой. Этого я вам желаю в новом году. Всего хорошего. Доктор Влад с вами. Непьющий доктор Влад.